Если вы в гостях, если вы сегодня у нас в гостях, хочу сразу сказать, что у меня нет проповеди, у меня есть Слово от Бога. Мы большая семья, и мы собрались сегодня, чтобы праздновать и быть всем собранным вокруг Божьего стола. Поэтому откинем все формальности, и мы будем вместе, как семья. Это жизнь, это жизнь вечная. Церковь — это семья. И спасибо за ту свободу, которую мы имеем во Христе. Просто почувствуйте свободу. Я знаю, куда я иду, когда я покину эту землю. Я уже там нахожусь. Меня ждет дом, но самое главное, что он ждет меня, и я увижу его. Отец Небесный, благодарю тебя за этот неописуемый дар твоего сына. Ты не дал им какую-то вещь. Ты подарил нам своего сына. Спасение — это не какой-то предмет, но это дар твоего сына. Спасибо тебе, Христос, за то, что ты покрыл все мои грехи, и за то, что ты любишь меня, как никто другой не может. Спасибо за надежду, которая светится в моей жизни, за этот мир в наших сердцах. Можем весь день здесь стоять и благодарить Тебя. Благодарим. Но я молюсь о том, чтобы наша жизнь была манифестацией этого, этим выражением благодарности Тебе. Я хочу сразу сказать, я не какой-то великий проповедник. И все, что я могу сделать, это принести какой-то свет, принести какую-то истину, которая способна помочь людям открыть слепые глаза. Сейчас я как-то нервничаю. И несмотря на мои переживания сейчас, я прошу, чтобы ты использовал эти уста и уши слушающих, чтобы мы все что-то получили. Галатам 5 глава. Это то, где мы начнем. И я никуда не дроплюсь. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игру рабства. Что это значит? Второе слушание я чуть-чуть на повышенных тонах обычно провожу, поэтому я постараюсь быть спокойнее. А Павел писал это христианам, которые не до конца поняли тот факт, что когда ты уверовал в Христа, ты свободен. Христос — твоя жизнь. Христос сказал, «Я с вами, вы во мне, и я с отцом». И то, что он говорит, это когда вы приходите ко мне, я ваша жизнь. Не будет какой-то другой жизни. Это то, в чём вы сейчас живёте, во мне. И это трудно понять. Как кто-то сказал, «Рыба в воде, а вода в рыбе». То есть, что-то такое. Птица в воздухе, и воздух в птице. Это её среда. И Христос — то, в чём мы живём, в ком мы живём. Поэтому, когда это происходит, никаких... Больше нет правил, чтобы спастись. Я надеюсь, вы меня не трактуете неправильно. Нет каких-то законных оснований, деноминационных для нашего спасения. Как бы мне здесь не обидеть кого-то, если вы хотите принадлежать к нашей конгрегации, вы должны делать это, то и третье. Забудем про это. Как только ты во Христе, тебе больше делать ничего не надо. Ты не можешь это заработать. Если бы ты мог это заработать, это не был бы подарок. Не был бы дар. Я однажды проповедовал проповедь, и я там молился, постился перед ней, плакал во времени. И я после проповеди понял, что я проповедовал неправильно. А название проповеди было «Я в долгу у Бога». А сейчас я понимаю, что это подарок, это дар, и никаким образом я не могу это заработать, никак расплатиться. Сила религиозной традиции такова, что люди живут с мыслью, что да, мы принимаем дар жертвы Христа, но еще в придачу, и это такие взаимоотрицающие реальности. Либо ты во Христе, либо ты исполняешь правила какой-то религии, динаминации. Одно из двух. Оба невозможны. Не будьте, Павел говорит, не будьте снова опутываемыми цепями. Римлянам 5 глава. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого веру, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Те, кто вырос в католической церкви, или неважно в какой, вы можете быть оправданы всего лишь один раз. Один. Так же, как в нашей судебной системе, нельзя человека поддавать под суд за одно и то же преступление дважды. Точно так же мы во Христе оправдываемся один раз и навсегда. От всех грехов, навсегда, навечно. И как оправданный человек, я все еще спотыкаюсь, падаю, грешу, но Бог меня не осуждает, не приговаривает, и меня никогда Бог с этих пор не будет осуждать. Он меня направляет, корректирует, но не осуждает. Потому что тем, кто во Христе... поэтому Бог, как Судья, смотрит на нас, как на оправданных. Бог провозглашает, что ты, уверовавший во Христа, освобожден от наказания и от ответственности. И поэтому мы имеем Бог с миром, мир с Богом. Между нами ничего не стоит, никакой вражды. Бог радуется, глядя на меня. И я тоже должен радоваться с Ним, в Нем. И 2 стих. Римлянам 5 глава, 2 стих. «Через которого верую, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией». Мы должны быть на этом стоять, как на цементном основании. Стоим и хвалимся. Когда мы во Христе, мы никуда не должны сходить, отходить, удаляться от этой истины. Мы стоим в этой благодати по вере. О, да. Мы стоим. Я много раз говорил, что часто красивые истории и события из Ветхого Завета, они всего лишь картинка и проекция того, что произошло в Новом Завете. У Захарии есть очень замечательная замечательная иллюстрация спасения, Захария, 3 глава. Захария, 3 глава. Готово? Захария получил 8 видений от Бога, и это одно из них. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним». Это не тот Иисус, который покорил Ханаан, это великий первосвященник. А, итак, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним и сатану, стоящего по правую руку Его. Посмотрите внимательнее. Есть. Может быть, это не про вас, но есть люди в этой конгрегации, которые думают, что дьявол в аду сейчас и там тыкает своим трезубцем в грешников и с рогами, и с хвостом. Это совершенно ни на чем не основанная картина. Он — дух, он был когда-то ангелом света, и поэтому он так успешно обольщает людей. Он — князь, который владычествует, который царит в воздухе, и, очевидно, он имеет доступ к трону Господа. Как здесь написано, стоящего по правую руку, чтобы противодействовать ему. И слово, имя сатана и обозначает само по себе обвинитель. Он пытается обвинять нас перед Богом, выбирая слабости, грехи, иллюстрирует какие-то грехи, недостатки, провалы. И этот список он приносит Богу регулярно. И все, что я могу сделать, это стоять за... стоять там. Потому что то, что он приносит Богу, этот список, это то, чем я был, то, с чем я где-то сражаюсь, поэтому я не могу ничего сказать, я ничего не могу сказать в свою защиту, но замечательное... Но вот что замечательно. И сказал Господь сатане, Господь запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, исправший Иерусалим. Не головня, не головня ли это... Не головня ли он, исторгнутый из огня? То есть Христос сказал ему... Сш-ш-ш-ш. Я тебе запрещаю. Ты не знаешь, с кем ты разговариваешь? И ты забыл, что это не просто... Это не просто кто-то. А это головня, исторгнутая из огня. То есть тот, кого я спас, кого я выбрал, кого я люблю, и нет ничего, что бы ты сказал, чтобы изменить это. Друзья, это наше свидетельство, каждого из нас. Мы вырваны, как головня из огня. Если бы не благость Бога, если бы не Его милость, не милость Христа, мы бы все сгорели. Но Господь, богатый милостью, глубоко дотянулся, достал нас и посадил нас, одесную, посадил нас рядом с собой. Посмотри на себя и подумай, головня, исторгнутая из огня. Я это могу о себе сказать во многих словах. Иисус же одет был в запятанной одежде и стоял перед ангелом. Как это возможно? Он стоял перед Богом и был в грязной одежде, и Он ничего не мог сказать в Своё оправдание. Он сделал всё, что... Сатана был прав, это всё было... Правда? И тут сатана пританцовывает, опотирая руки, пытаясь повернуть, устроить вражду между Богом. И ангел, который отвечал и сказал стоявшим перед ним, «Снимите с него запятанные одежды». А Ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Я не могу себя очистить, не могу себя омыть, не могу... не могу ничего этого сделать, всё, что я могу сделать, это стоять и не дёргаться. Я ничего этого не могу починить, изменить, залатать. И Бог сказал, «Снимите с него запятанные одежды». А Ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Облекаю тебя в одежды торжественные. Господь это делает. Ты не можешь свою жизнь почистить, вымыть, изменить. Никакая программа не может тебя довести до того, чтобы ты был готов вступить в Царствие Небесное. у тебя этого внутри нету. У тебя нет ресурсов. Ничем ты не можешь купить свой вход или как-то заслужить расположение Бога. Я ничего для Бога не сделал. Я ничего для себя не сделал. «Все, что я имею, пришло от Бога». Господь сделал. Я в одежде, которую Он мне предоставил. И у меня Его чистота. Я оправдан, потому что Он изгнал сатану и объявил меня праведным. Слава Богу! Какая прекрасная картина нашего положения. Ничего сказать не можешь, ничего не можешь изменить, просто стоишь, и Бог все делает. Вау! Бог сказал, я предоставил и дал тебе то, что необходимо для себя, чтобы стоять в Моем присутствии. Мы имеем праведность Бога во Христе. Мы имеем праведность Бога во Христе. Мы были сделаны новыми творениями. Кровь Христа сделала нас чистыми, достойными. Бог сказал мне, ты, 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 во Христе имеешь полноту и все, что требуется, чтобы нравиться Отцу. и все это в имени Христа. Потом я прочитал Римлянам 8 главу, 27 стих. Испытующий же сердца знает. Он сейчас испытывает Мое сердце, смотрит в Него. Он знает, испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Ходатайствует за святых по воле Божьей. Посмотрите на меня. И вы, те, кто смотрите по интернету, с того самого момента, когда вы сказали, когда ты сказал, я верую во Христа, я верую в тебя, Христос, Он начал, Он начал ходатайствовать за тебя, молиться за тебя. Он говорит, что он всегда живет для того, чтобы ходатайствовать за нас. Он никогда не останавливается. Всю вечность Дух Святой будет ходатайствовать за меня, защищать меня беспрестанно. Вы слышите, что я говорю? Но, пастор, у меня зависимость, а ты во Христа веришь? Он за тебя молится. Ты не сам там сражаешься. Да и вообще-то, не сказать, чтобы ты как-то продвинулся в этом и был успешен. У Бога программа из одного шага. «Доверяй Христу». Бог поможет тебе через это пройти. Он всегда ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. И то, что Он сказал, это «У Меня будет семья, и все они будут похожи на Христа. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Аллилуйя! Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? кто может быть против нас? Стивен, можешь вывести эту песню на экран? «Когда я взываю к Тебе, Господь, мои враги убегут, мои враги обратятся прочь, потому что Господь за меня». Я могу говорить, но я могу сказать, «Бог за тебя, но я меня больше воодушевляет, меня больше воодушевляет, что Бог за меня, несмотря на мои ошибки, грехи, когда я не дотягиваю, когда я падаю, когда все вокруг против меня, Бог за меня, когда отец и мать оставили, Бог за меня, общество, государство, мне не важно, кто против меня, если Бог за меня. Никто не может повредить мне. Неважно. Мое прошлое, мое расовая принадлежность, мои грехи, все это ничто по сравнению с тем фактом, что Бог за меня. Это не имеет значения. Неважно, кто против меня, когда Бог за меня. посмотрите на своего соседа и скажите, Бог за меня. Бог за меня. Бог не хочет верить это, потому что эта Библия говорит, что Он для вас. Он, кто не пощадил Своего 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 не пощадил, Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Если Бог отдал Своего Сына, то все остальное по сравнению с этим разве может быть трудно? Все включено. Бог отдал Своего Сына, чтобы все принадлежало Мне. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Не важно, кто обвиняет тебя, видимое или невидимое. этот мир или духовный. Это не имеет значения. Бог оправдывает. Чистые одежды, незапятнанные, которые дает сам Бог. Кто осуждает Христос, Иисус умер, но и воскрес. Он и одесною Бога, Он и ходатайствует за нас. Я сказал, что вы никогда не можете больше быть осуждены, когда вы перешли от смерти в жизнь. У меня сейчас мурашки по коже. я никогда больше не могу быть осуждаем перед Богом до конца жизни. Он одесною Бога, Он и ходатайствует за нас. Иногда тебя одиноко, не могу молиться, слышу Бога, не чувствую Его. Когда ты не можешь молиться, Он молится. Я могу вас, я часто вас спрашиваю, вы присоединитесь ко мне в молитве, если вы не забыли, если вы не были заняты. Но здесь написано, что Господь, Отец, принял вас, и Дух Святой ходатайствует. Иисус ходатайствует. Как будто о... Поэтому, когда Отец смотрит в истории про Захарии, смотрит на первосвященника, он уже видит его в чистых одеждах. И Дух Святой ходатайствует за нас, в наших проблемах. Отец, Отец, я работаю с ним, он становится лучше. Отец, я люблю этого человека так же, как я люблю тебя. И Дух Святой... Дух Святой говорит, я стою посредине этого обмена любви между Отцом, Сыном, Святым Духом. И мне ничего не нужно делать, я просто стою и делаю себя доступным. И Бог в трех своих проявлениях окружает меня любовью. Дух Святой омывает меня. Бог доволен, Христос ходатайствует за меня. Вкусите и почувствуйте, как благ Господь. Просто вкусите христос Я не могу... Мне странно, что из слов Иисуса в истории Захарии, ни одного слова от Него, он просто там находится. Трудно поверить. И это всё, что вам нужно делать, это стоять перед Богом, позволить Духу Святому работать с вами и Христу ходатайствовать за вас. Кто-то... У кого какие ощущения сегодня? Я надеюсь... Мысль о Боге наполняет меня радостью. Он силён, я слаб. Я ничто, Он всё. Я умер, но Он жив. Я беден, Он делает меня богатым. Я пуст, Он наполняет... Я грущу, но Он наполняет моё сердце радостью. Я рад, что я принадлежу Богу через Иисуса Христа. Давайте поднимемся, пока я не опять начал... Мне кажется, не все до конца поняли. Господь за тебя... Господь за тебя на твоей стороне. Я не знаю, какое там грязное, ужасное прошлое. Это не имеет значения. Господь за тебя. Трудно для нас, христиан, это понять, потому что мы с детства... Нужно стараться всеми усилиями жить христианской жизнью. Но я скажу вам, Бог использует даже грех в нашей жизни, чтобы нас привести к себе и к тому, где мы сейчас в нашей жизни, где мы наиболее открыты для Бога. Вы когда-то в кино были? «Аполло 13» фильм такой был. Кто-то смотрел? Видел? Один из самых замечательных фильмов, которые я смотрел в жизни. Кроме еще другого фильма «Слава». Итак, «Аполло 13». Я помню, в этом фильме астронавты возвращаются на Землю, и в момент, когда они приземлились, люди хлопали, скакивали, плакали. Потому что это была настоящая история. И люди, люди, покидая кинотеатр, смеялись, делились друг с другом. И это моя молитва. Все после сегодняшнего заслужения скажут «Да! Это было замечательно!» Я чувствую, как будто я на вершине горы. Я не хочу кривляться, но задумываясь о благости Бога, когда безнадежных обстоятельств, я знаю, что такое пусть на темной стороне, на темной стороне Луны. Никакой связи ни с кем, кроме Бога. Он вернул меня. И, ребята, это абсолютно возможно, и вы должны оставить Бога сегодня, и вам следует покидая сегодня церковь, радоваться и говорить слава Богу за то, что Бог есть в жизни, и то, что Он сделал. Мой искупитель. Мой искупитель жив, и я увижу Его славу. Я знаю, что мой искупитель жив. Я знаю, что Субтитры сделал. Я знаю, что это проще. Ты поймёшь его славу? Я знаю, что Субтитры сделал. Я знаю, мой Искупитель жив. Поверните направо, налево, скажите, Бог за меня. Все? Бог на моей стороне. Я что-то сегодня коротко проповедовал? Да, мы можем взять еще одну минуту или два. Кто-то, кто хочет подойти сюда и присоединиться? Пойдите сюда и проживайте их вместе в алдере. Спуститесь к...